наполнен, как никогда, достаточно острыми, неожиданными событиями, на которые необходимо обращать внимание, так как данные события во многом являются окнами Овертона, данные события являются предвестниками развития тенденций, то есть они создают тенденции. Передачу я хотел сегодня, когда запланировал сегодняшний эфир, начать с заявления президента Чехии Петра Павла, но, конечно, покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фитцо изменило планы начала эфира, и я бы хотел поговорить об этом событии, так как в Европе достаточно давно, в западном мире, не решали вопросы с политиками, применяя огнестрельное оружие. Что здесь необходимо ответить? Отметить и на что обратить внимание. Премьер-министр Словакии находился в очень тяжелом состоянии последние несколько часов, и вот только недавно стали появляться сообщения о том, что его состояние стабилизировано. Непонятно, как при наличии достаточно большого количества охраны и системы безопасности, которые охраняют премьера, возможно было произвести несколько выстрелов. По поводу охраны. Это глобальная проблема с органами безопасности, системой безопасности и внутренних дел на территории стран Европейского Союза, которая проявляется в разных сегментах и крайне негативно в разных странах. Подобные проблемы анализируются. Идут работы по устранению неэффективности системы национальной безопасности практически в каждой из стран ЕС. Но там предстоит огромный фронт работ. Фактически, иметь такую охрану, как имел премьер-министр Словакии, я пишу имел, потому что очевидно, что все эти сотрудники уже уволены, иметь такую охрану, значит не иметь никакой охраны. Это оценка работы системы безопасности премьер-министра. Но главное здесь состоит в том, что подобным способом в Европе действительно не решали вопросы очень давно. И когда создается подобный прецедент, прецедент запускает серию возможностей подобных решений в отношении политических деятелей. А это достаточно плохая тенденция, так как решать вопросы с помощью оружия, вне зависимости от того, что для меня, как для аналитика, совершенно неприемлема, как для человека, та политика, которую провозглашал и проводил, я говорил об этом неоднократно, Роберт Фитцу, но подобным варварским, бесчеловечным способом решать вопросы безусловно нельзя и неприемлемо ни в одной стране мира. Хотя многие говорят, что с диктаторами необходимо поступать так, и с диктаторами зачастую так и поступают, но было бы хорошо, чтобы все вопросы решались в рамках действующей практической демократии. Но главное то, что подобные события, к сожалению, когда открывается такая дверь, как в сегодняшний день, к сожалению, очевидно, уже, скорее всего, будут нередкостью. Когда люди, так это работает в сфере социальных технологий, видят возможность поступить подобным образом, они зачастую поступают. И всегда все начинается с первого человека, так работает человеческое общество, с первого человека, который принимает подобные решения и действует подобным образом. В этом состоит как негативная в данном случае, так и позитивная роль личности в истории, в событиях, во влиянии на социю, на общество. Будем надеяться, что подобных событий больше не будет, так как подобные события дестабилизируют и глобальную ситуацию по прочности системы Европейского Союза как единого целого, что, в частности, исключительно необходимо, чтобы Европейский Союз был сильным и монолитным, исключительно необходимо для Молдовы, Украины, Грузии и Армении, для стран, выживание которых зависит от монолитности и единства Европейского Союза. И это уже не просто слова, это объективная реальность и без данной реальности на континенте никакого мирного, демократического будущего не будет. Главной тенденцией, безусловно, является укрепление Союза Великобритании и Франции. Это наблюдается не только в постоянных заявлениях, но и в координации совместной деятельности. И вот подобное объединение двух мощнейших ядерных государств островной и континентальной Европы безусловно, для Украины является важнейшим стабилизирующим фактором. Мы видим, что постоянно есть в прессе важные заявления о поставках вооружений. Сегодня было заявление важное французской стороны об увеличении количества ракет для противовоздушной обороны Украины, которые будут поставлены, что является ключевым важнейшим фактором, безусловно. И вот сегодня прозвучало заявление Петра Павла. президента Чехии страны, которая все два с половиной года являлась и является одной из опор Украины в Европейском Союзе. Я бы даже сказал, что Чехия это страна, с которой фактически было очень мало кризисных дипломатических ситуаций, но при этом Чехия оказала глобальную внешнеполитическую и военную поддержку Украине и продолжает ее оказывать. О чем же говорит сегодняшнее заявление чешского премьера? Является ли это исключительно мнением премьера Чехии либо это коллективное мнение в Европейском Союзе? Исходя из большой частоты моего общения с депутатами, с экспертами, с политиками, представителями институтов обороны и национальной безопасности стран ЕС и не только стран Западной Европы, но и Восточной Европы, я хотел бы сказать следующее, что подобное мнение является не единственным о мнении о невозможности в теперешней ситуации, исходя из сравнения развития Украины и России, реагирования на войну, развитие государственных институтов, проводимых реформ и мобилизационных потенциалов и возможностей, подобное мнение, и вот так думают именно европейские политики, подобное мнение не является единственным. И это объективная реальность. Но каждую реальность возможно изменить. Как же меняется данная реальность? Дело в том, что за последние два с половиной года мнения были и более жесткие в Европейском Союзе и были и более позитивными. Война имеет природу реагирования на успешные мейнстримы, на реализацию успешных действий. Когда Украина побеждает, она получает больше поддержки. Когда побед нет, поддержка уменьшается и здесь речь не о военно-технической поддержке, а о рамках внешнеполитических дискурсов. И есть определенная динамика, которая коррелируется исключительно исходя из этих факторов. Так работает мировая политика, так это происходит. что и как это связано в рамках матрицы развития событий. Заявление президента Чехии является продолжением и реакцией на визит Блинкена. Что сказал Блинкен нам известно. Блинкен говорил, что мощная Украина это интегрированная часть безусловно Запада. Для интеграции необходимо провести реформы иного качества, продолжать этот путь. И только сильная Украина, что очевидно, и подобную фразу я слышал множество раз, причем не только с начала войны, и только сильная Украина, которая отлично коренным образом от России способна реализовать достижение победы. Это именно то, что сказал Блинкен, и это то, что развил президент Чехии Павел Петр Павел, и очевидно, что будут еще подобные заявления. Речь идет о чем? В чем суть подобных заявлений? Что стоит ожидать? Ситуацию приближают к окончанию боевых действий. И очевидно, что планирование по окончанию боевых действий будет к концу 2024 года будут попытки серьезные принуждения России и объяснения Украине, если ничего не изменится за это время, о необходимости прекращения боевых действий. Какие же параметры данного прекращения будет зависеть от статуса во многом вооруженных сил Украины и России. И Россия пытается именно поэтому захватить максимальное количество территорий для того, чтобы заморозить боевые действия по примеру многочисленных параллелей, как между Южной и Северной Кореей и известных мировой историей. Вот. что-то я закашлялся. Так бывает. Подписывайтесь на канал Тигран Авокеан Лайф и мы продолжаем сегодняшний стрим. Что бы я хотел сказать? Я вспоминаю самое главное, когда я начал заниматься вопросами европейской интеграции системно и Маостривскому договору посвящена моя первая крупная научная работа, которую я защитил в 1994 году, и эта работа стала моей дипломной работой, вот, наряду с работой как юриста международника, исключительно юридической, по мусульманскому праву. так вот, в 1994 году я написал фразу, которую повторял множество раз в своей работе, что европейская интеграция в первую очередь является борьбой за стандарты. Главное не присоединиться к ЕС в качестве цели, так как подобные цели указания не есть каким-либо достижением, а необходимо достичь уровня стандартов жизни, стандартов социума, стандартов экономики и самое главное правовых стандартов аквикомунитэх, европейского права и его исполнения, которые существуют в Европейском Союзе. И говорится об этом каждой стране кандидату, это не особый подход для Украины, и говорится именно для того, чтобы государство стало эффективным. Также и давление, также и форматы помощи формируют выполнение данных норм и тезисов. Это действительно самый главный важнейший аспект повышения стандартов, которые будут повышены и де-юре, и де-факто. Де-юре можно сделать все, что угодно, но надо, чтобы данные механизмы прошли опробирование временем и начали работать. И вы знаете, самое важное, что очень тяжело осознавать простым гражданам и непростым тоже, хотя все граждане, это обычные люди, просто одни получают какие-либо позиции в государственной власти, другие наоборот, не стремятся достигать подобных позиций, достигают успехов в бизнесе или не достигают никаких успехов. Так вот, работа по евроинтеграции это не только работа властей, так как власти, представители исполнительной, законодательной, судебной власти являются квинтэнсенцией, выжимкой общества. И без глобальной смены мышления осознания себя в рамках социума общества в мире, в Европе изменения видения никакой евроинтеграции и никакой западной интеграции не будет, так как здесь речь о смыслах в первую очередь и только потом о договорах, только потом о других обстоятельствах, которые связаны с реформой в экономике и в политике. И это необходимо осознавать. Это не бумаги, это не планы действий, это не многочисленная бюрократия, это глобальное ментальное изменение сознания, это глобальное реформирование в первую очередь правовой системы и функционирования данной системы. И вот в Украине есть возможность, есть огромный шанс провести подобные изменения. Это особенно непросто делать и трудно во время войны, так как вы знаете, что реформы, любые реформы во время войны приводят также, кроме позитивных эффектов, к деструкции привычного государственного аппарата, той пирамиды, которая представляет из себя государство, и к определенной потере управляемости. Это объективная реальность. Поэтому все реформы предпочтительно проводить до войны, но не все реформы бывают успешны. И это также объективная реальность. Не все и не всегда. Поэтому то, что сказал президент Чехии, является частью глобального общего мнения. И безусловно, что поддержка Украины и Чехии не ослабнет, как и другими странами. Но завершение конфликта очевидно уже близится. Конфликта, который в действительности является не войной, а уничтожением Украины со стороны России. Назвать это классической войной, где есть цели и поводы нельзя, есть просто неоколониальное вторжение с целью уничтожения самой сути цивилизационного смысла страны. Не кашлял весь день, начал эфир и начал закашливаться, простудился. так случилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дорогие друзья, и мы продолжаем. Все события в рамках глобальных войн, безусловно, взаимосвязаны и влияют друг на друга. Так случается не только сегодня в наше время, так происходило всегда. И то, что лихорадит Грузию, связано именно с тем, что по большому массиву информации я говорил, откуда эта информация, когда подобная информация пришла. Это было достаточно очень давно, если я не ошибаюсь, более года, даже полутора, полтора года назад я рассказал, что в Москве, в России разработали план по возвращению Грузии, Абхазии, Южной Осетии и взамен Грузия переходила бы фактически в вассальное управление, формально сохраняя независимость Российской Федерации. Вот, это очень плохой сценарий, так как когда у Армении теряются вообще шансы не стать автономией временной, потому что это такой вопрос временный, в рамках большой Турции, которую входит северный Кипр оккупированный, Турция, Азербайджан. Поэтому в Грузии решается судьба глобально Восточного Причерноморья, Южного Кавказа, либо Восточной части Армянского Нагоря, называть можно по-разному. В Армении естественно по цепочке реакции происходят события борьбы. Кстати, вернусь Грузии и остановить протесты не получается. Ядро народа, которое не согласно с политикой пророссийских властей, оно исключительно мощное. И пока остановить этот процесс, я не уверен, что действия пророссийских властей приведут их к успеху. Но пока рано судить, как будет действовать Россия. Какая будет роль Турции в данных процессах, несмотря на частичную управляемость из Соединенных Штатов и Великобритании. И насколько упорным будет народ. На сегодня я бы сказал, что народ в Грузии очень упорен. И вот что происходит в Армении. В Армении фактически есть два крыла. И два крыла имеют своих сторонников. но большая часть народа вышедшая на улицы никаким крыльем и вектором отношений не имеет. Народ Армении вышел на улицы бороться за свои права, бороться за национальную гордость и честь, бороться за землю предков. Вопрос кто пытается установить контроль над народом, как это происходит и что будет происходить. К сожалению, к народу присоединяются большие организованные группы представителей пророссийских движений и бывших властей. К сожалению, руководство теперешней Армении действует неоправданно жестоко в отношении демонстрантов, что также неправильная политика. Вот. И, к сожалению, большинство населения Армении, которое недовольно в очень резкой форме пророссийскими движениями, которые набирают мизерные проценты, оно также пытается найти правильное решение для несогласия с текущей политикой премьер-министра и его видения. Я скажу следующее. Я как сторонний наблюдатель, так как я не нахожусь в Армении, не являюсь гражданином Армении, я как сторонний наблюдатель сказал бы следующее. Я симпатизирую любому политическому деятелю, который работает на процветание Армении и видение которого могут реализоваться в рамках успешного проекта для Армении. Я готов и буду счастлив ошибаться и признаю свои ошибки, если концепты премьер-министра Армении Пашиняна окажутся правильными и Армения при Николе Пашиняне станет мощной, успешной и процветающей. Я буду только рад и признаю свою ошибку. Если подобное же произойдет в движении Архиепископа Баграта, я поступлю так же. На сегодня, исходя из эмпирического и контент-анализа деятельности как Архиепископа, так и премьер-министра, я субъективно не вижу эффективных, качественных результатов. И, к сожалению, не вижу сил, которые могли бы мобилизовать волю армянского народа для правильного системного пути развития. Это то, что происходит сейчас. Но подобные силы обязательно родятся, по-иному и быть не может. В Армении уникальная патриотичная молодежь, которая осознает и чувствует как фальшь, так и обман. И данная молодежь постепенно выдвинет новые формы самоорганизации однозначно и разрешения тех проблем, которые являются результатами исключительно всех четырех каденций армянской власти. Так как все те проблемы, с которыми Армения сейчас сталкивается, являются проблемами, которые создала армянская власть, начиная с 1991 года, для своего народа, используя три инструмента. Армянская власть была сконцентрирована на клептократии, прямом воровстве и обмане, на служении иностранным центром силы, в основном России, но также другим, и на неграмотности, тотальном непрофессионализме. Вот используя эти три инструмента, армянские власти успешно загнали Армению в тяжелейшую ситуацию, поставили народ и страну на грань национальной катастрофы. Это результат тех элит, которые захватили власть, либо изначально были избраны и воспользовались такой ситуацией. Ни одна Армения в такой ситуации. Дело в том, что посмотрите, что произошло с Белоруссией, когда есть название, но все национальные смыслы и сама суть из государства просто уничтожена, высосана такими сыновьями страны, как, например, теперешний провозглашенный, но не избранный, самопровозглашенный президент Беларуси. Даже в странах, где президентские выборы проходят демократично, с учетом отсутствия сформировавшихся элит, очень сложно выбрать достойных людей, так как элиты уничтожались системно в рамках империи, либо забирались в имперский центр. Когда нет элит, когда не позволяют элитам участвовать в управлении страной, фактически, на всем постсоветском пространстве, кроме республик Центральной Азии, Азербайджана, там специфическая отдельная ситуация, вот во всех остальных государствах, появившихся после распада СССР, отсутствие элит и приводит к выдвижению людей, которые скорее представляют концепты ахлократической клептократии. Это реалии. для того, чтобы представители меритократии власти достойных выдвигались на высшие руководящие посты, они должны иметь поле подушки, в которое они формируются. Случайное формирование выдающихся деятелей практически неизвестно системе социального формирования власти. Когда подобные элиты уничтожаются, потом восстановить их исключительно сложно. Понимая ситуацию, что ситуация в Армении в начале 90-х коренным образом отличалась от всех остальных республик СССР, так как у армян подобные элиты были за рубежом, и за рубежом проживало армян за пределами СССР намного больше, чем в СССР, многократно больше, чем в Армянской СССР, представители элит частично приехали в Армению. И зная, что если они придут в власти, Армения уйдет на Запад, представители элит уничтожались руками России и местных пророссийских и антиармянских сил, представленных армянами по национальности, условной национальности. назвать их армянами нельзя никоим образом. Это предатели, агенты, негодяи. Именно поэтому, когда приехавшие элиты были уничтожены, они не смогли сформировать тот базис, ту подушку, из которой выросли новые ростки. Но молодежь берет пример с погибших героев, молодежь помнит их, молодежь стремится изменить Армению, чтобы Армения жила достойно и большой, до сих пор еще большой армянский народ, несмотря на геноцид, рассеянный по всему земному шару, смог построить сильное и могущественное государство. Фактически все вопросы, связанные с армянами, актуальны для Молдовы, актуальны для Грузии, актуальны для Украины, за исключением то, что Украина находится в исключительно тяжелейшей специфической ситуации, связанной с войной на уничтожение, которая идет исключительно долгий срок, два с половиной года. Украина получит большое количество оружия для того, чтобы Россия осознала невозможность продвижения дальше вглубь территории Украины и получит большую поддержку. Возможно, что и в России начнутся эксцессы для того, чтобы данная война прекратилась, которые не позволят России продолжать боевые действия. вопрос как будет остановлена эта война и что будет после этой войны однозначно должен включать не просто железные, а стальные гарантии для Украины в сфере безопасности и обороны. Это ключевой вопрос. Взаимосвязи Украины и западного мира, такой взаимосвязи, которая существует между Израилем и западным миром, особенно англосаксонским миром. Без подобной взаимосвязи, которая будет оформлена в международных договорах, говорить о каком-то серьезном мире, несерьезно, вне зависимости, еще до обсуждения, какие территории останутся, либо не останутся, но, безусловно, только при любых обсуждениях, только временно останутся. В границах Российской Федерации, если говорить о продвижении ее войск. Конечно, политика, война, геополитика, искусство реального. Ставя нереальные цели, можно просто исчезнуть с карты мира. При этом, если будет создан прецедент, когда государство, как Россия, с помощью силы, может окончательно завоевывать территории другого государства, мы должны забыть о существовании международного права и всей той системы молодой координации взаимодействия между государствами, которая была создана на Венском конгрессе 1815 года. И все будет начинаться сначала. На Западе очень хорошо понимают эту угрозу. Угрозу себе, в первую очередь, не Украине. И именно поэтому вопрос, на который накладывается боязнь распада России, усиление Китая и ряда других обстоятельств, связанных с другими странами, их позиционирование, вопрос очень сложный. И решение данного вопроса происходит достаточно медленно и будет происходить все следующие полгода. Очевидно. Вот это те реалии, те обстоятельства, с которыми приходится сталкиваться. Поэтому к заявлению чешского президента необходимо относиться как к программному заявлению о будущем и настоящем. Это то, с чем приходится иметь дело, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал. Я очень рад, дорогие подписчики и зрители, когда вас больше. Вне зависимости от дел, состояния здоровья, я выхожу в эфир и буду это делать столько времени, сколько вы будете меня слушать. Однозначно. Для меня это исключительно важно. Вот. Я очень ценю большое количество талантливых и умных подписчиков и зрителей, с которыми я общаюсь. Это приводит меня в восхищение, так как я осознаю, что будущее есть. И это будущее есть в разных странах. Вы знаете, большое количество подписчиков не только из Украины, из Армении, из Грузии, много думающих людей с России, которые пишут. Европейцы, американцы. Вот. Это внушает надежду. Люди хотят думать, люди хотят жить осознанно, люди хотят не просто бороться, а реализовывать свои права на нормальную, достойную жизнь. Это исключительно важно, дорогие друзья. Хотел бы вас поблагодарить за то, что вы меня смотрите. это для меня очень ценно. Попросить максимально распространять эфиры. Это ваша помощь. И есть еще такая просьба. Я очень верю в народную инициативу. Исключительно верю. Максимально и верю в это с детства. На канале скоро будет 50 тысяч подписчиков. Канал действительно стал очень большой. Я хотел бы попросить каждого подписчика. Подпишите канал и проверим насколько работает данный эффект народной инициативы хотя бы у одного вашего знакомого. Я верю в то, что не только деньгами, не только раскрутками на телевидении возможно распространение канала. Я верю в это. Я верю в народную инициативу и канал растет без вложения каких-либо средств. Без расходов, без инвестиций, без раскруток уже фактически в этом месяце я уверен, что количество подписчиков перевалит за 50 тысяч. Поэтому я очень прошу помочь в распространении информации о профессиональной конфликтологии и геополитике и сделать это можно как комментариями, как лайками, подписками во время прямых эфиров, так и с помощью подписки канала у своих знакомых. Если каждый из вас делает это, то подписчиков будет не 50 тысяч, а 100. Еще раз благодарю вас за возможность общаться с вами. Желаю здоровья вооруженным силам Украины. выдержать Харьковское наступление, наступление на Востоке. Каждому народу свободной, достойной жизни, не колониальной, без оккупации. Жизнь очень коротка и жить надо хорошо и достойно. Еще раз спасибо и до новых встреч. .